я вас приветствую друзья на своем канале и сейчас с вами мы пройдем игру которая называется фрид френзи жанр игры платформеры год создания этой игрушки 1985 ну наткнулся я сегодня на нее мне очень нравится вот такого стиля платформеры поэтому я решил ее записать в общем у нас такой вот главный персонаж ходит по уровню и собирает все мигающие предметы да у нас каждый уровень на каждом уровне сложность в том что идет время приходится действовать быстро что касается самой игры ну так как игра такая уж старенькая как бы ну не доработана она ну да идет время показано жизни у нас четыре жизни с левой стороны это заработанные очки с правой стороны это я так понял наивысшие собранные очки в этой игре как бы рекорд какой уровень непонятно он только подписан внизу красным по желтой полосе но тем не менее играть равно забавная я решил ее записать для вас чтобы вы ее оценили прохождение тут недолгое примерно 20 минут прикольно здесь персонажи которые играют против нас которые двигаются лево-право вверх-вверх ну это как обычно какие-то предметы в данный момент в этом уровне у нас двигаются кассеты все такое монитофонные и внизу выходят там какие-то эти штуки мне такое чувства что авторы таких игр рисуют то что в голову приходит получается неплохо вот эти вот пушистики это шедевр еще прикольно наш главный персонаж который ходит по уровням прикольно двигает ножками вот эти вот пушистики тоже прикольно нарисованы они тоже двигают ножками что вызывает восторг на каждом уровне естественно они все разные есть здесь сложные уровни не все так просто как кажется на первый взгляд вы если захотите поучаствовать в прохождении этой игры вы в этом ролике там в принципе под всеми роликами есть ссылка на базу игр спектрумовских вот вы ее можете найти там все игры разбросаны по алфавиту заходите качайте архив распаковывать архив заходите в папку которая под буквой F латинской и в поиске вводите название этой игры Fridge Frenzy и если у вас установлен эмулятор можете сразу в нее поиграть в комментариях под этой игрой ну а если у вас возникнут какие то вопросы можете их писать прямо в комментариях под этой игрой я обязательно вам отвечу так пока мы с вами разговаривал честно скажу не знаю что это за уровень какой по счету тут надо собрать какие то точки то что мигает то нам надо собирать когда мы соберем последнюю точку мы пройдем следующий уровень так тут бегают какие то джойстики и мы переходим в следующий уровень вот уровень очень простой да тут надо остановиться вот посередине вот этих вот дверей спиральных и тут надо прошедить все аккуратно если мы коснемся белых шипов мы тоже потеряем жизнь естественно вот эти пушистики которые двигаются вверх вниз грибы которые тоже двигаются вверх вниз мы тоже потеряем жизнь если дотронемся до них и вот эти двери спиральные если они закроются и дотронутся до нас мы тоже потеряем жизнь единственное до чего мы можем дотрагиваться это до стенок ну и конечно же если закончится время мы тоже потеряем жизнь в общем тут достаточно механизмов с помощью которых мы можем потерять жизнь тут нас постоянно в течение всей игры сопровождают вот эта самостоятельная музыка на 48 килобайтах это даже наверное не на 48 а на 16 килобайтах кстати я не пробовал запускать ее на 16 килобайтном спектруме эмуляторе я в принципе все игры запускаю на 128 килобайтах но я хочу сказать что не все они запускаются есть те которые работают только на 48 а на 128 они не работают вот так вот заточены именно под 48 килобайт а эта игрушка я не знаю возможно она даже 16 килобайтная так нам осталось собрать последний значок быстрее 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 да почти на самом конце времени было мало так теперь здесь вот здесь надо четко останавливаться перед шипами красными белыми шипами которые находились вверху сейчас и вот тут тоже надо аккуратно подходить к ним потому что они и сбоку и снизу и сверху опасны для нас если мы до них дотрагиваемся теперь здесь вот только зашли и сразу закрылось осталось собрать 3 звездочки казалось бы пустяк но это не так так успели успели пройти все годится так мы с вами сейчас играем 11 почти 12 минут ну и считаю 50 процентов игры мы уже прошли ну как видите лабиринты здесь такие непростые надо четко успевать походу вот этот последний мигающий мигающая штучка прямоугольник я не знаю что его надо забирать в последнюю очередь это тот который в самом низу да тут есть такие варианты когда надо этот предмет забирать в последнюю очередь но мы его забрали сейчас а не потом а не потом а тут надо быстро действовать потому что нас могут догнать вот как то так прошли мы этот уровень так здесь вот здесь у нас вообще времени останется очень мало почему потому что вы если заметили что лабиринт закрытый с правой стороны в последовательности того как мы сейчас будем брать мигающие вот эти штучки будут открываться двери нам придется делать лишние движения чтобы обойти и взять эти точки вот мы берем первую точку и у нас открывается дверь вверху теперь нам надо обходить ждать пока вот эта луковица пройдет вниз мы берем сейчас эту точку открывается внизу дверь теперь нам надо спускаться вниз опять заходим ждем опять спускаемся но слава богу здесь мы сейчас берем точку и внизу открывается дверь чтобы мы могли взять последнюю точку и проходим уровень и времени там оставалось маленький отрезок хорошо что здесь все вот эти персонажи двигаются только в определенном направлении то есть не хаотично чтобы от них еще надо было убегать потому что это прибавило к сложности игре так ну а здесь вот внизу точка вторая не та что вверху а внизу вот ее надо забирать а потом забирать последнюю та что вверху потому что когда мы сейчас заберем вот эту точку открывается дверь ко второй ну как то вот так ждали до последнего можно сказать что нам повезло да здесь тоже прикольно прикольно так переходим к следующему уровню честно говоря я уже потерялся в счете этих уровней ну их тут штук 15 точно может быть и 20 здесь надо нам быстро сейчас забрать вот эту точку которая мигает хорошо что здесь эти пушистики двигаются с такой же самой скоростью как они как и мы но нам тут надо стать вот за подлецо чтобы до нас не дотронулись вот эти зловещие персонажи так тут мы удачно проходим этот лабиринт а вот самый верхний нам придется забирать самую последнюю очередь придется ждать зеленого вот этого пушистика а времени уже остается очень мало и тут нам надо стать ровненько чтобы нас не зацепило вот время заканчивается друзья мы не успеваем и тем самым мы потеряли только что жизнь так не спешим ну как не спешим надо поспешить конечно и сразу идем ждать нету времени как говорится так если вовремя тут не остановились бы тоже потеряли жизнь наткнулись бы на колючку так здесь мы пошли наверх сразу и последнюю заберем точку потому что там открылась дверь мы только что увидели нам не надо обходить так здесь у нас все чудесно и мы теряем жизнь мы наткнулись на колючку и Вот тут нам надо быть аккуратным. Потому что можем наткнуться на колючку, как в начале этого уровня. Так, проходим его. Так, друзья, это последний уровень мы проходим, между прочим. Я вспомнил его. И мы тут не успеваем. Эту точку мы должны забирать сверху и самую последнюю. Да, вот так вот обходить нам надо. Вот такие вот маневры делать надо. Все, друзья, мы прошли с вами эту замечательную игрушку платформер. Я с вами прощаюсь. Вот такой у нас вот кренгель. И он улетает. Я с вами прощаюсь. Пока. До новых встреч. До следующего ролика. ��enas. zak 개인. 여름. ümüzール. или.. Продолжение следует... Продолжение следует...